Когда Никол говорит жителям Тавуша о том, что семь дней вы, может, и будете жить в мире, а на восьмой, возможно, нет, это следует понимать отнюдь не в условном ключе. Это надо трактовать дословно, разве что с разницей в несколько дней. Заметьте, Пашинян не говорит сельчанам о том, что, дескать, мы проводим границу, на которой расставим пограничников, но в тылу у вас будут надежно стоять войска, всегда готовые предотвратить любое посягательство на нашу окончательно согласованную и законную границу. Он разглагольствует о каких-то деревьях и стенах, призванных скрыть от армянских глаз азербайджанские посты на расстоянии вытянутой руки. Вместо того, чтобы попытаться успокоить людей заверениями в том, что армянская армия будет биться за каждый сантиметр своей международно признанной после делимитации и демаркации территории, он фактически советует людям прикинуться страусами, дескать, ты не видишь азербайджанских военных, значит, и они не видят тебя. Никол не говорит о том, что сделает все от него зависящий для защиты хотя бы той части страны, которую соблаговолит оставить армянам Алиев по ту сторону Пашиняновских пограничных столбов. Зато он загодя предупреждает, что пораженческая война непременно будет, и делает это потому, что осведомлен о ее начале. Потому что знает, что его режим не сможет сам справиться с гражданскими выступлениями по образцу киранских по всей протяженности армянской границы. Он должен сдать еще не один киранце и баганис, а десятки таких сел. И поможет ему в этом именно Алиев со своей армией. После чего Никол обратится к народу. Вот, мол, почему я вам говорил, что нужно быть покладистыми. Не сдали сами, забрали силой. Слова главы режима о нападении Азербайджана следует толковать до слов, но и никак иначе. Пашинян знает о грядущей агрессии, как знал о нападении на Арцах в сентябре 2020 и 2023 и на Армению весной 2021 и осенью 2022. Но сейчас он говорит об этом открыто, ибо ему нужно как-то легитимировать, разумеется, в его понимании, собственные уступки, а точнее, дары Азербайджану. Киранце показал, что сдавать по кускам родину, дело нелегкое, а значит, Никол и есть, наравне с Алиевым, заинтересованная сторона, бенефициар новой войны. Остается лишь понять, когда именно она случится. Хотелось бы, конечно, ошибиться с прогнозом о планировании нападения, но, к большому сожалению, обстоятельства говорят об обратном. Сделаем так, не будем говорить, что оно неминуемо, но укажем вероятные сроки атаки, если уж ее не избежать. На это указывает ряд косвенных, но весьма убедительных обстоятельств. Итак, срок, июнь текущего года. Во-первых, в июне заканчивается ротация призывников в армянской армии, и это период, когда существенная часть солдат пока еще не приобрела опыт боевой службы. Во-вторых, именно в июне начнется самая активная фаза в украинской войне, поскольку к этому времени почва окончательно просохнет и даст возможность российской стороне осуществлять обширные марши бронетехники. Готовящийся около года широкомасштабное наступление ВСРФ на Харьков и Запорожье, безусловно, оттянет на себя все внимания мирового сообщества. В-третьих, в июне состоятся выборы в Европарламент Хасазыва, и Европа будет полностью сфокусирована на них. В-четвертых, июнь ознаменует собой начало горячей фазы президентской гонки в США, и внутри политический климат в этой стране сведет к минимуму активность Вашингтона на внешних векторах. В-пятых, вероятнее всего, именно к июню события на Ближнем Востоке получат развязку либо окончательным уничтожением единственной оставшейся цитадели Хамас в Рафахе, либо предотвращающим это началом процесса перемирия, что в обоих случаях в значительной мере отвлечет внимание Ирана от региона Южного Кавказа. И наконец, в-шестых, в середине июня стартует чемпионат Европы по футболу, а это весьма знаменательное для мировой общественности спортивное событие. Оно уж точно оставит в тени все выше названные военно-политические события, не говоря уже об армяно-азербайджанских перипетиях. Уже доказано, что начало агрессии в дни Олимпиады или масштабных футбольных чемпионатов — явление частое, поскольку эти грандиозные мероприятия развязывают агрессору руки. Так что для Алиева это идеальное время. Ему даже не нужно находить поводов для атаки. Вместо него это делает сам Пашинян, причем очень открыто. Подчеркнем еще раз, это лишь предположение. Но его нужно обязательно держать в уме, не в угоду страху, а ради бдительности. И постоянно помнить, что в тылу у нас находится самое эффективное Алиевское подразделение — бригада КТ во главе с Пашиняном.